Один день до старта. Завтра по всей России начинается осенняя призывная кампания. В Самарской области ряды армии должны пополнить 3000 человек. Однако, удастся ли выполнить норму, неизвестно. И дело не только в уклонистах. Здоровье молодежи хуже год от года, констатируют медики. Как планируют решать вопрос и какие изменения ждут будущих новобранцев в этом году, выясняла Ася Кондаурова. Главное отличие этой призывной кампании – новобранцам предложат выбор. Год по призыву, либо два по контракту. Правда, коснется это лишь тех, кто имеет высшее образование. В остальном набор в армию пройдет по прежним правилам. Весенний призыв Самарской области прошел на высоком уровне. Ряды вооруженных сил пополнили более 4000 жителей региона. И сейчас главная цель – не опустить планку. Я считаю, что все мероприятия по организации подготовки призыва в области мы провели и с органами внутренних дел. И доклав администрации было донено, чтобы улучшить вопросы оповещения, разноса повесток по розыску тех, кто по каким-то причинам не явился на заседании призывных комиссий. Однако весенняя призывная кампания выявила и проблемы. Отличился Тольятти. Там от военной службы уклонилось более 200 человек. Это крупный показатель, который прямо бьет в глаза, если сравнивать с городскими округами Привозского федерального округа. Конечно же, здесь лежит вопрос в плоскости военно-патриотического воспитания. Но кроме организационных моментов есть и объективные факторы. Общее число призывников по всей России сейчас снижается в разы год от года. Не радует и здоровью молодых людей. Гиподинамии и хронические болезни сплошь и рядом. Медики бьют тревогу. Главная ставка на физическую подготовку и патриотическое воспитание, начиная со школьной скамьи. Надежды возлагают на обязательные нормы сдачи ГТО. Однако, преломят ли они ситуацию в корне, пока сказать трудно. Призывная кампания пройдет с 1 октября до 31 декабря. Всего этой осенью ряды российской армии должны пополнить почти 3000 новобранцев из Самарской области. Азика Ндаурова, Александр Каракулько. Новости губернии.